Практическая психология Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология». В студии практикующая семейный психолог Надежда Бушмелева и сегодня говорим о речи. Над качеством речи своей можно и нужно работать. Учиться говорить понятно, учиться говорить логично, вообще учиться говорить ярко, интересно и образно. И сегодня я пригласила в студию нашей программы актрису, народную артистку России Наталью Исаеву. Наташа, здравствуйте! Здравствуйте! Наташа, вот вы сразу же мне задаете вопрос. Практическая психология, а я тут вот актриса. Но вот есть такое понимание, как люди, помогающие профессии. Это те самые люди, которые, когда ты с ними встречаешься, ты понимаешь, что ты через них начинаешь расти. И поэтому я сегодня рада видеть вас в нашей программе. Дело в том, что и речь, и душа, и тело, они взаимосвязаны. Я думаю, спорить вы с этим не будете. А когда вы это поняли сами? Ой, ты знаешь, это приходит с опытом. Я очень давно преподаю, помогаю людям. Обрезать зону комфорта, приговорения, это очень много. Это вообще, это 80% успеха вообще. Любого человека, я считаю, я в этом уверена. Я к этому пришла постепенно. По крупицам собирала свою систему координат. Наконец-то собрала, слава богу. То есть, как я поняла, что я собрала? Я поняла, что я могу ответить практически на любой вопрос человека. Который он задает в процессе общения с вами, да? Когда пытается погрузиться и изучить самого себя. Когда пытается понять, что с ним происходит. Вот. И, извини, вопрос забыла. Как вы почувствовали? Ну, вот так я и почувствовала, что я, в общем-то, уже, ну как, могу. И, как бы, без хвостовства-то, как-то это сказать-то, могу помогать. И многим могу помогать. Вот чего. Вот я помню в свое время, когда приняла решение, что мне очень интересна журналистика, я понимала, что у меня есть какие-то ресурсы, но нет того главного, о чем хотелось бы всегда, да, смело говорить. Говорить, выражать свои мысли. И, в первую очередь, я обратилась как раз вот именно к вашему человеку, как говорится, к актерам, да, которых этому обучали. Ведь вы этому учились. Ты знаешь, вот сказать, что прямо вот так досконально, никто нам не вкладывал ничего. Это такие базовые знания, которые... Это базовые знания, общие знания, а обладая уже этими общими знаниями, если ты творец, то ты сможешь обустроить свою кухню внутреннюю и как-то будет, и будешь получать удовольствие. Вот сами понимаете, и часто ли используете вот эту магию слова, магию речи для того, чтобы жизнь была ярче, интереснее, и чтобы лучше выражать себя, ну, понятно, в профессии. А есть ли в жизни, в практической жизни? Это уже в привычку входит. Я не могу не обнимать словом. Даже если, допустим, мне немножко не нравится человек визави передо мной, понимаешь? Я как-то учусь вести себя, ну, относительно ровно, что ли. Потому что мои нра, не нра, это мои проблемы, а не этого человека. Вот. И поэтому я... Сказать, что я пользуюсь тем, что я вот... Вот эмбрально у меня такой низкий голос вроде как, да, вроде как манковый. Нет, я не пользуюсь. Это само собой получается. А как многие бы хотели, чтобы у них тоже само собой получалось, да? То есть мы можем сейчас чётко сказать, что этому можно научиться. Этому можно научиться. Абсолютно точно. Только нужно вовремя начать. Вот давайте сейчас как раз по поводу вовремя начать. Я помню времена, когда вы начинали работать с детьми. Вообще, что значит в вашем понимании вовремя начать? Потому что вообще ребёнок, он речь учится по большей части у тех взрослых, которые находятся вокруг него. Озеркаливает. А потом плюс вот эта самая речевая практика, навыки, да, на которые ты можешь опираться в будущем. Да, да, да. Итак, сначала про детей. Ваши ощущения, когда вы с ними работали, с какого возраста это можно делать, каким образом вы находили вот этих самых ребяток, и что, видите ли вы сейчас этих детей, которые к вам ходили, занимались? Какая-то обратная связь была ли? Это Серёжа Редькин при Лере-сервисе. Он открыл такую школу. И буквально мы с Ольгой немного, ну сколько, года два мы, наверное, да, потом я поняла, что нужно завязывать со всем и заниматься только детьми. А у меня было очень много работы в театре. Потому что с детьми нельзя, это нечестно, понимаешь? Они требуют максимального внимания, максимальной отдачи. И это настолько лакмусовая бумага, проверка. Нужно готовой быть ко всему, потому что бывают жуткие вампирёныши. Они же энергетику качают только так. Эти мы хороши дети, потому что они ещё не знают золотой середины. Но в то же время они бывают такими донорами, да, когда ты от них заряжаешься. Абсолютно с тобой согласна. Бывают такими космическими донорами. После общения с ними идёшь и улыбаешься, как дурак в отпуске, понимаешь? Вот у меня, да. Потому что дети – это удивительно, волшебная страна просто. Но и страна, которая требует от тебя максимальной отдачи. Это действительно так. Ну, это так. Ты меня понимаешь. Итак, с детками, вы всё-таки понимаете, что дети, вы с ними встречаетесь. Это тот самый материал, та самая глина, из которой ещё лепить. Лепить можно столько всего, да? Начинать можно с элементарного. Когда мы разучиваем какие-то скороговорки, что вы с ними делали? Расскажите. Ну, тогда я ещё не акцентировала всё на главном, на дыхании. А вот это главное. Потому что расскажу случай из жизни. Вот буквально мастер-класс у меня проходил в одной организации. И приходит ученица и говорит, Наталья Николаевна, слушайте, хожу, говорю трудноговорки. За мной ходит Рома, мой племянник. И говорит, он меня так достал. Он, видимо, пытался повторить за мной то, что я говорю. Ну, допустим, самое элементарное. От опыта копыт пыль по полю летит. И вот он злился, что у него не получается. Когда он её достал, он говорит, Рома, вдохни носиком, подумай и выдохни слово. И тут был культурный шок у всей семьи. Плохо говорящий ребёнок выдохнул от опыта. Копыт пыль по полю летит. Никуда не торопясь. Детям надо объяснять, как этот процесс, казалось бы, очень простой, очень органичный, вдохнул и выдохнул. И на этом выдохе, как есть такая пословица, живи на выдохе? Всё на выдохе. То есть принял решение, вдохнул и с первым шагом выдохнул. И проблемы тогда бегут, понимаешь? Ну, это же маленькому надо объяснить. Надо же с ним посидеть. Ну, и, конечно, ты говорила, они отзеркаливают говорение домашних. Если дома говорят, ну, так чё мы такие с ты, мы не такие подходят? Ребёнок так же, он растёт в этом. И он считает, что это нормально. А когда уже подрастает, и коммуникации начинают давить, то есть нужно ехать в другой город, да, большой мегаполис, надо поступать там в университет, ещё куда-то. А я не готова. А куда с такой речью? Вот, и возникают проблемы. Поэтому, я говорю, чем раньше, тем лучше. Конечно. Итак, вот сейчас для наших слушателей ещё повторим раз. Вот это упражнение дыхательной гимнастики. Да. Да, с детками. Например, обыкновенная игра, которая сейчас и в детском садике, например, я иногда провожу, да, с ребятами, это когда мы садим мягкую игрушку, прямо ложимся, да, на коврике, садим мягкую игрушку на животик и делаем вдох через носик, выдох через ротик. А, какая ты умница, правильно, только я книги кладу на диафрагму. Да, да, да. А мы, чтобы дети видели, да, каким образом это у нас всё происходит. Да, да, работает диафрагма. И у нас получается горка-ямка, горка-ямка. И ребёнок уже понимает, вот, я прямо в виде образа представляю, что такое вдох-выдох в моей жизни, да. И потом мы начинаем с ними, например, пропевать что-либо, какую-то песенку или проговаривать какую-то скороговорку. Вот такие игра для ребёнка, это игра, но в то же время это основа, которую мы что делаем, закладываем с вами для потом правильной, грамотной речи. Ну и, конечно же, тут физика у нас сразу же, да, потому что хорошая психика всегда базируется на хорошей физике, да. Дыхательная гимнастика – это хороший антистресс. Ну, как я говорю, как вы говорите, так вас считывают. В зоне комфорта вы или нет? Кстати, про зону комфорта. Вот смотрите, детям, им, в принципе, они очень легко, да, они очень легко входят в моменты общения. Ну, многие детки, да, пришли, осмотрелись, всё им хорошо, они тут уже познакомились, начали играть. Со взрослыми всё намного сложнее. Итак, если до вас дошли взрослые, то кроме того, что мы их научили дышать, что ещё очень-очень важно? Вот у меня, я сейчас сразу же, да, прямо откручивая себя назад, когда я приняла решение, что я буду работать в журналистике, для меня, мне казалось, что мне есть, что сказать людям, мне, я понимаю, какая музыка здесь играет, о чём сейчас будет у нас строиться диалог, но как только включался микрофон, у меня вот этот был страх. Я просто замолкала, и все те мысли, которые были в голове, их было много, и они были стройными рядами, они куда-то улетучивались. То есть получается, что взрослый человек, он не просто должен хотеть говорить, у него ещё и должна быть победа над самим собой. Перестроить своё сознание на вдох и выдох, перестроить сознание, потому что мы задыхающаяся цивилизация, нас задыхают законы, нас задыхают движения земного шара, события, персонажи, характеры личные, окружающие тебя. Это задыхание рождает страх. Страх культивирует наш мозг, он очень любит его культивировать. И поэтому, а я считаю, что бояться, кроме потери близких, вообще ничего не надо. А когда пришло вот это понимание? Ну, не так давно, к сожалению. Потому что, смотрите, ведь в школе, да, вот это ты не сделаешь, у тебя будет наказание. В садике, если ты не так или не такой, тебя опять накажут, да, чем-нибудь. Чем-нибудь, да. И вот это состояние страха, оно же остаётся где у нас? В подкорке. И в теле, естественно, да. И люди считают, что по-другому-то жить нельзя. А я говорю, слушайте, у нас есть Саша Тетерин, у него выражение «не ставьте себе троек». Хорошее выражение, я пользуюсь этим выражением. А что нужно ставить себе? Пятёрки? Пятёрки. Надо любить себя. Отлично. Вдохнули, сказали, ну, сейчас не получилось, накосячила, завтра получится. Завтра получится. Легко. Не бойтесь косячить, это всё можно исправить. Я говорю, это мне с вами, накосячить нельзя. А вам можно. Я говорю, поэтому все пришедшие сюда – обладатели гибкого, нефиксированного. Понимаешь? И поэтому приходится, ну, как говорится, топиться гроба, что ли, которая в голове. Понимаешь? Очень много мусора. Дети не пуганные. И это классно. Дети набьют ещё свои. Но если их ограничивать постоянно в свободе, это можно сломать характер и харизму. И потом, потом это будет страшный итог. Я благодарна своей матушке, которая никогда не ругала меня за оценки. Я была предоставлена сама себе практически, понимаешь? И я очень благодарна маме, что она не сломала меня. И поэтому я сейчас могу поделиться своим идиотским бесстрашием. Иногда, мне кажется, просто до идиотизма доходит. Но, с другой стороны, думаю, да такую жизнь можно за мифическую родину отдать, если жить в страхе, понимаешь? Не дышать. Потому что что происходит, когда человек чего-то боится, он забывает дышать. Если животное, сидя в засаде, да, видя свою жертву, он подобрал дыхание для того, чтобы она его не услышала, допустим, да? А когда он бежит, он уже рефлекторно дышит. Но мы же, гомо-сабинс, прямоходящие, мы же забываем, как это делается. Отсюда что происходит? Тирается мозг, понимаешь? Умершвляется мозг. Мозг живет сколько без кислорода? Мало. Очень мало. Без воды и без пищи много. Естественно, и этот эффект, где я и кто эти люди, да, вот, и что я должна говорить в этот микрофон, естественно, идет, стирается сознание, и ты теряешься. Ну да, получается, что, может, не стирается сознание, да, но, как я уже говорила, на здоровой физике базируется психика, да, и поэтому у нас вот эти всевозможные зажимы, страхи, да, вот это состояние, что я не могу управлять самим собой, да, потому что это превыше меня, как нам кажется, хотя... А потому что я боюсь, что я на косячу не справлюсь, я боюсь, ключевое боюсь. Ну вот, кстати, это про травмы еще и детства, да, потому что к вам приходит человек, он говорит, вроде бы, я всего лишь боюсь, научите меня общаться, научите общаться меня красиво, научите выражать меня мысли, но мы с вами сталкиваемся с тем, что прежде чем учить выражать свои мысли, нужно сначала научиться не бояться, да? Нужно сначала понять человека, который перед тобой сидит, хотя бы прочувствовать, понимаешь, интуитивно, что ему мешает говорить, почему он боится. И это работа такая, ну, я уже по телефону, ты понимаешь, Надюш, я по телефону могу понять психотип, который со мной говорит, потому как он говорит, потому как он, какие там дефекты, не дефекты, но я уже могу элементарный диагноз поставить, понимаешь? А когда человек приходит и садится перед тобой, и ты уже его чувствуешь, его энергетику, видишь, как он понимает этот мир, понимаешь, что он хочет это скрыть, и начинаешь намекать, что надо бы наоборот отпустить эту ситуацию, мне неинтересно знать все из вашей жизни, я говорю, ну, с вашей самооценкой кто-то хорошо поработал, давайте будем исправлять, давайте не будем ставить себе тройки, это с удовольствием сделают все вас окружающие люди, вот с удовольствием, даже невольно, понимаешь, получается так. Вот и получается, что человек, который пришел поработать с речью, да, он сталкивается с тем, что мы видим, да, это люди часто, у которых занижена самооценка, да, и получается, что вы и с этими процессами тоже начинаете работать. А как? А иначе, это же все завязано. Знаешь, кто-то мне говорит, ну, сколько, Наташа, надо заниматься, это часа два, я говорю, ты что, бог с тобой, это же психофизика, это же говорильный аппарат, это твои чемпионские замашки оставь в той жизни, там, выдрали все тело на свастику, да, для того, чтобы прибежать первым и получить эту золотую медаль. Да, или за пятилетку, да, за пятилетку сделать десятилетку. Да, я говорю, а тут наоборот, говорение, как и служение мусс, не терпит суеты. Прекрасное должно быть величавым, понимаешь, и говорить в спешке это невозможно, это обязательно будут косяки. Потому что говорим-то мы на выдохе. Ты вдохни, чтобы у тебя легкие обработали это дело, и выдохни слово. Если не хватает, добери еще раз, и дальше выдохни, и тогда не будет бросания окончаний, съедания словов, букв внутри слова, да, и тогда будет полный выдох. И, естественно, это дальше, когда уже выдох организован, и человек понимает, как ему, тогда я поцепляю руки к языку. Об этом сейчас мы еще поговорим, потому что, конечно же, жесты, да, мимика, эмоции, а без этого никак. Но прежде хотелось бы узнать, когда вы понимаете, что вот у человека есть не только там какие-то дефекты речи, да, а вот там есть какие-то именно психологические проблемы, с которыми, в принципе, вы понимаете, вы прожили большую жизнь, да, у вас огромный опыт, вы понимаете, что с этим можно справиться, не ходя, например, к психотерапевту, к психологу, да? Вообще-то я не психотерапевт, я это точно знаю, но моя профессия обязывает быть, как это кто-то там пошутил, эй, ты, говорит, инженер человеческих душ, конечно. Это откуда-то, я не помню, но это откуда-то из старых фильмов, хороших, добрых старых фильмов. Вот бывает такое, что, например, там человек пробует, не получается, он плачет, он в это время рассказывает о своей жизни, вспоминает свои истории, ведь вы это проживаете все вместе? Конечно. И потом вы понимаете, как из груда пепла, из груда пепла, да, возрождается совсем другой человек? Ну, это видно по глазам. Когда у него меняется мышление, да, то есть в сторону пиетета к великому русскому слову, и то бишь к себе и к этой земле, на которой он живет, вот тогда идут подвижки, тогда меняется глаз, тогда человек может, он уже не бежит, а он уже видит нюансы, из которых складывается пазл под названием жизнь, ты понимаешь? Вот он видит, и он по-другому видеть стал, понимаешь? Зрение не меняли, очки не надевали, по-другому чувствовать, по-другому любить. И это как бальзам. Вот я по глазам читаю. Кто чаще обращается с такими вот просьбами, что я бы хотела поработать с вами? Мужчины или женщины? Вот ты знаешь, бывает так вот, потоками. То идут девочки, а потом потоком идут мальчики. Но должна отдать, конечно, уважение, дань уважения русской женщине, потому что наша русская женщина, конечно, более пытливый ум у женщин, понимаешь? Они хотят что-то изменить в этой жизни. И мальчики появляются, хорошие мальчики, векторные мальчики, но их не так много, как женщин. Бывает такое, что, например, человек понимает, что без правильной, грамотной речи, например, сложно выстроить карьеру. Я прихожу и говорю, мне необходима ваша помощь. Да, я это слышу очень часто. Меня повысили. Страх говорить существует. Я хочу сменить работу, а там требуется хорошее говорение. Я работаю, часто говорю по телефону, но меня не понимают. Я выхожу к доске и не могу сообразить. Я учила дома, но я от страха перед этим педагогом я теряюсь. Я не могу сказать по теме ничего. Я учила честно. И вот тогда приходит... То есть коммуникация, понимаешь? Люди хотят расти. Это как бальзам на душу. Ты понимаешь, как эти проблемы, они, в общем-то, имеют одну основу, да? Одну. Но интерпретации настолько разные, и каждый человек – это такой интересный вариант, потому что они меня учат больше, чем я их, мне кажется, понимаешь? Вот пропуская это, вот всё же через себя пропускаешь. Это как любую роль, да? Любого человека, если хочешь помочь, пропускаешь через себя, и болит душа уже за этого человека. А получится – нет. Вот я про это и говорю, по поводу людей, помогающих профессии, да? У них, на самом деле, свой очень высокий порог выгораемости, да, профессиональный получается. Но и с другой стороны, ты понимаешь, угол падения равен углу отражения. Они мне говорят такие вещи, о которых я раньше не задумывалась, а надо было бы, потому что это именно ключик к той проблеме, на которую я, допустим, ещё не могу ответить на этот вопрос, ты понимаешь? То есть это как сообщающиеся сосуды, да? Да, это обязательно. Вы выливаете сюда, свою силу, энергию даёте, да, возможность человеку расти, да, и в то же время вы получаете… Это то же самое, Надюш, как на сцене. Понимаешь, когда отдаёшь в зал, и с зала идёт. Тепло, энергетика человеческая. И, конечно, устаёшь, и выхолощиваешь себя, но вспоминая, как дышал зал, как он, допустим, молчал, давясь там скупой слезой, либо смеялся, как в последний раз, это и есть вот обратная связь. Хорошо. Наташа, спасибо большое. Теперь вот хотите историю из жизни, которую прожила я? Да. Итак, моменты, когда в тебя кто-то верит, вроде бы… Почему вроде бы, да, крылья вырастают? Конечно. В тебя же верят. А бывают такие моменты, говорят, нет, у тебя ничего не получится. Вот просто не получается, не получится, и всё, зачем ты это делаешь? Вот приходят люди к вам с такими историями, которые говорят, что мы уже пробовали, у нас ничего как-то и не выходит, и вот вы наша последняя надежда, и вы видите, что там действительно такая уже боль какая-то душевная, и вы понимаете, что вы готовы с этим работать, и человек выходит на совсем другой уровень. Ты понимаешь, вот так вот, наверное, я ещё раз повторяю, я не психолог, не психотерапевт, но мне дадено чувствовать человеческую энергетику, я не знаю, спасибо, Господи. Я могу почувствовать чужую боль, мне не надо много говорить, я это слышу, понимаешь? И я не говорю, вот вы моя последняя надежда, обычно молчат. У меня вот такой был замечательный ученик Альберт, он мне позвонил, он мне очень многому научил, он мне позвонил, и, знаешь, так вот, вы Исаева? Я говорю, да. Речь преподаете? Я говорю, да. Какие гарантии даёте? Я говорю, о, батенька, так вы в тон не попадаете вообще. Такое молчание в трубку, раз, два, три. Говорит, да. Я говорю, ну тогда приходите, разберёмся. Не очень-то говорят мои ученики, но я это слышу. И пытаюсь развить всё это, понимаешь? И слышу, и думаю словом, и вижу слово, и чувствую слово, и выдыхаю слово. Очень хочется помочь человеку. Поделитесь с нашими слушателями хотя бы двумя-тремя приёмами, которые можно использовать человеку, который решил начать расти вот в этом направлении. Ну, попытаюсь доходчиво донести, да, что я говорю. Я сразу говорю, ну вот, допустим, начнём с дыхания. Это ключ. Если ты не продышался, ты ничего не вспомнишь. И как тебя зовут в том же случае, понимаешь? Я говорю, начните с дыхания. Вот вы заволновались, вот большое сердце, да, тут и в глотке, и в это самое, и в позвоночнике. И всё везде пульсирует. И пульсирует. И пульсирует. Вот такое, не тело, а большое сердце. Я говорю, отойдите в угол. Если нет угла, закройте глаза, абстрагируйтесь. Вдох. Раз, два, три, четыре. То есть, ну, дышим мы остро, так иначе голова закружится. Знаешь, как будто не пахнет ли газом. Мы дём, да? Это мы в жизни делаем. Но когда нужно сегментно разобрать, что такое вдох и выдох, мне приходится прибегать к классической схеме. Четыре, два, четыре. Это мы с тобой дышим так, когда в зоне комфорта. Когда нам хорошо. Ну, доказательство тому. Когда мы ничего не боимся, да? Да. Александр Сергеевич Пушкин. Сказка. Вдох. У лукоморья дуб зелёный. Выдох. Выдох. Добор. Золотая цепь над убитом. Выдох. Добор. И днём, и ночью кот учёный. Выдох. Добор. Всё ходит по цепи кругом. Сказка для чего? Чтобы успокоить ребёнка. Так ведь? Как раз. Четыре, два, четыре. Вот тебе доказательство того. Мы как будто бы закладываем ритм ребёнку, да? Вот именно вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Тело расслабляется, шейно-плечевая зона расслабляется. И детька засыпает, понимаешь? Ещё и подсказку. Отлично. Понимаешь? Вот. Но только когда сердце большое, дышать нужно четыре, два, восемь. Либо шесть. То есть выдох должен быть длиннее, чем вдох. Сейчас многие радиослушатели нас с тобой просто так сходу не поймут. Потому что я это знаю. Дорогие мои, считаем про себя раз, два, три, четыре. Вдыхаем носом не в грудь, а на диафрагму. На диафрагму. Дальше считаем раз, два. Это момент ничто, когда кислород перерабатывается нашим организмом. И выдыхаем. Раз. Ртом. Ртом можно быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше как в открытую форточку опять идёт забор кислорода носом. Опять на диафрагму. Опять момент ничто, раз, два, попридержать выдох просто. Момент ничто, это попридержать выдох. И опять... Нулевой момент, да? Ну, момент зеро, фитнес, и, понимаешь, и момент икс, кто как называет. И на восемь выдохнуть. И так семь-восемь раз. Вы почувствуете, что сердце уже не такое большое в вашем организме, что светлеют мозги, и вы их продышали. Тогда найдите глагол. Что вы хотите в данный момент от слушателей, от оппонентов, от любой аудитории, именно от этого человека. Что вы от него хотите. И по этому глаголу надо идти. И больше ни о чём... Такая подсказка, да? Да. Больше ни о чём не думаете. Это называется группироваться. То, что так необходимо бывает. То, что необходимо. Любому современному человеку, когда он выходит из зона. Любому человеку, у которого задохнула ситуация. И помните, что говорить спешно – это, ну, это мавитон. Это неудобно. Люди, которые вам не могут честно сказать, будь вы, я не знаю, человек, работающий в домоуправлении, там, либо человек, работающий в органах, ну, серого дома, да, вам никто не может сказать, что вы тараторите, и вас не понимают. Это потому что, ну, немножко неловко говорить это человеку. Потому что он чёрт его знает, как он поймёт. Вот я вот сейчас сижу прямо, да, и чувствую, как я краснею. Вот в моей семье принято говорить быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Причём говорят все. Говорила раньше быстро бабушка, говорила быстро мама. Я училась говорить ещё быстрее, потому что работала в своё время на какой радиостанции? На коммерческой, где нужно было за 30-15 секунд сказать какую-то мысль. Причём эта мысль должна быть интересна слушателю, представляете? Надежда, вот ты понимаешь, такой поток. Понимаешь, как он может усвоиться ухом? Это же мрак. Это же полный мрак, потому что человеческое ухо не может воспринять такое количество сигналов, понимаешь? И оно начинает протестовать. И мало того, ведь это сильно раздражает. Это жутко раздражает. Это ребёнок, который постоянно задаёт вопросы, и не надо ему на них ответы. Да, потому что... Чтобы залезть по череп маме. Да? Конечно. Вот. Конечно. Так что нельзя этого делать. Учитесь выдыхать слово до конца. Не бойтесь зоны выдоха, зоны тишины. Именно в зоне тишины человек визави понимает, о чём вы ему хотите сказать. Мы продолжаем программу «Практическая психология». Сегодня у нас тема «Речь». И так, речь, она нас окружает везде. Этим, наверное, мы ещё и отличаемся от животным. Ну, это главное. Что меня очень-очень радует, да? Да-да-да. Мало того, что красиво, не спеша, грамотно говорить. Но ведь речь бывает ещё и окрашена разными эмоциями, разными образами, разными нашими жестами. Это ведь тоже разновидность речи. Конечно. Это составляющая речи. Потому что, смотрите, мало того, я могу вот так вот там ручки вот так сложить, да, вот тут вот сюда, да, и выйти что-то вам сказать. Ну, тебя все прочтут сразу. Да-да. Что ты себя контролируешь, это и вне зоны комфорта, конечно. Каким образом? Поделитесь секретами. Вот пришли к вам ученики, и они говорят, что вот мы хотим не просто красиво говорить, мы хотим ещё и красиво выглядеть при разговоре. Презентарельно, да. Ну, конечно, постепенно, посегментно, да, собирается всё. Сначала вдох, потом постановка голоса на спину, чтобы не говорить на связках, а обнимать человека словом. А потом уже постепенно, ну, это как третья задача, я называю это пристегнуть руку к языку, чтобы руки не мешали. Ну, вот обычно, когда руки мешают, когда не знаешь, куда их деть, да, когда они начинают жить параллельной своей жизнью. То есть ты говоришь, да, в это время что-то делаешь. Да, а они ведут себя чёрти как вообще, это самое, ну, например, кольцо вот так вот вращается на пальце, понимаешь, вот так вот. Или пуговка теребится всё время. Пуговка теребится. Либо перекладывается что-то с одного места на другое, и всё это подсознательно, несознательно. И вот люди видят, как ты маешься, и ничего сделать. Я была молодой артисткой, и у меня брали интервью на ГТРК. А поскольку я очень эмоциональная была, у меня руки летали только так, как мне. Я потом боролась со своей эмоциональной... Жестикуляцией. Жестикуляцией, потому что она, ну, она зашкаливала просто. Я любила пальцем тыкать, это самое, руки летали вокруг меня. Я... То есть в подшивке говорю, слушайте мне карманы, я их спрячу руки. Я буду как-то контролировать. Понимаете, я увидела себя. Именно тогда увидела, когда первое интервью у меня брали. Короче, думаю, что там постановочная группа ржёт? Вот. А я такая умная вещь, говоришь, только с этой сученической скамьи, я же уже народная, понимаешь? И дальше откат идёт. Просто вот я уже такая прямо, да? Вот. Дальше приходят откаты и понимание того, что ты, в принципе, ещё ноль, просто зеро. Вот. И, значит, видимо, я так эмоционировала руками, что мне принесли чашечку кофе. Ну, такая изящная такая чашечка с блюдечком, чтобы занять мои руки. Руки. Что ты думаешь? Это самое. Там истерика началась ещё больше, когда я, значит, держала, держала, держала. Потом, знаешь, мешает, понимаете? И вот. Потому что не могу без жестов выразить, да, свою мысль. Но есть и другая ведь сторона медали. Руки висят, как плети. То есть они как будто помимо тела, ну, просто отдыхают. Это вот сейчас очень часто наблюдаю за подростками, да? Когда они идут, и им кажется, что они не знают, куда засунуть свои руки, да? Куда деть их? Им кажется, что весь мир смотрит только на них сейчас в данный момент. Господи, дети, не волнуйтесь. В это время мир думает. А что скажет Софья Павловна, которая идёт навстречу, понимаете? Ну, не надо этого делать. Этот страх рождается чёрной половиной нашего мозга. А просто нужно расслаблять руки. Отлично. Мне нравится чёрная половина нашего мозга. А для меня, понимаешь, правое и левое полушария, я же не нейрохирург. Я просто знаю, что чёрное – это негатив, белое – это позитив. Вот так примитивно устроен мой мозг в моём понимании. И сигналы-то идут. Конечно, нужно не чёрному помогать, а белому. Поэтому, когда я вдохнула, когда я расслабила шею на плечевую зону, набила ватой, ничего не взяв в руки, потому что если возьмёшь что-нибудь в руки, ключ, например, он будет вот так вот уже делать. Да, а нейропсихологи говорят, это значит, когда мы что-то крутим в руках, мы что делаем? Мы, на самом деле, заставляем отдыхать мозг. Да, 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 именно так. И, значит, расслабляя шейно-плечевую зону, и главное – расслаблять запястье. Серьёзно, да? Вот это мерило, потому что от запястья идёт всё под цепочки, зажимается всё. И звук зажимается в шее, и звук становится, ну, буратино, понимаешь? Вот такой вот, понимаешь? Абсолютно нет объёма. Вот, это… Ой, как неприятно, зажатая шея-то, Господи. Вот, и поэтому, конечно, вдохнули, да, и спинку подключили, и заработал орган. Но это уже потом, это уже с навыками. Это не происходит по щелчку, ты же знаешь, потому что перестройка сознания идёт у всех своей биоритмы. У кого-то быстро, а у кого-то крайне медленно. У кого-то крайне медленно. И поэтому ко мне ходят люди, годами бывают, понимаешь? И когда приходят и говорят, научите меня за неделю говорить. Я говорю, я не волшебница, я только учусь. Знаешь, ну, это правда, ну, не может. Это мыслительный, это форма мысли, это оценочный ряд твоего видения этого мира, твоей философии. Вот в этом моменте ничто, понимаешь? И это надо, это же всё надо понять и примерить на себя. Наташа, а вот ещё есть ещё одна сторона. Это когда человек приходит и говорит, да, вы мне сделали, как, да? А волк-то пёл грубым голосом, да? А кузнец Наталья подковала, да, и голос стал звучать. А человек говорит, вы знаете, я скучный рассказчик. Мне не о чем говорить с людьми. Я им кажусь таким пустым этому миру, да? Таким неинтересным. И тут что вы советуете? Что вы рекомендуете? Ну, вот тот же мой любимый ученик Альберт, который очень многому меня научил. Он сейчас, он очень умный человек. Он живёт на два города Киров и Москва. Он пришёл, у него была такая сверхзадача. Помогать людям бросить курить. Бросить, чтобы не было тяги к сладкому. С зависимостями он работает. С зависимостями, да. И сейчас он это делает. Да, причём в Москве набирает. Группы. Да. Тот путь, который я с Альбертом прошла, он очень интересным был, потому что я очень многое для себя открыла, уже повторяюсь, но он пришёл, говорит, у меня нет внутреннего видения, я не вижу. Я говорю, этого не может быть. Но ты же русский человек. У нас внутреннее видение настолько богатое. Я не знаю, как в других странах, но мы-то очень богатые внутренние люди. Мы духовная нация. И внутреннее видение не может отсутствовать. Давай будем развивать. А как? Читать книги, например, классику? Элементарно, понимаешь? Остановиться и посмотреть, какого цвета листья за окном. Какого цвета глаза у человека близкого? Сколько морщинок появилось лишних? Отчего они появились? А какого цвета волосы стали? А какие серёжки она сегодня одела? А в какого цвета дома? В какие цвета дома окрашены? И какой архитектуры? Когда ты едешь на машине? А потом поднимаешь глаза к небу и смотришь, во что превращаются облака. Да. Вот это детали, эти мелкие пазлы. И тогда есть о чём поговорить с людьми, с этим миром. А вот есть такая игра, ты наверняка знаешь, ассоциации. Вот эти ассоциации дают видение. И человек понимает. Я его убедила в том, что он видит. Мы с ним играли в ассоциации. То есть он как малый ребёнок играл. И ты понимаешь, постепенно потом он не может... Есть такая категория людей, которые не могут выполнять задачи, нарезанные сразу пять штук. Понимаешь, нужно отрабатывать одну, вторую, третью, четвёртую, пятую. Это ещё и особенность мужской физиологии. Только мужской, да? Да. Дело в том, что у женщин... А я этого не знала, спасибо. У женщин, женщина может одновременно варить борщ, с другой ногой качать ребёнка люльку. Да, и в это время разговаривать по телефону. Да, да, да. Это в нашей природе. А у мужчин с этим действительно... Ну, они однополушарные, да. Я слышала это. Но от этого они не стали хуже, конечно. Они не с кожей, они чижают. Нет, нет, нет. Наоборот. Мы восхищаемся ими и любим их. А, они марсиане. Мы их изучаем постоянно, да. И, естественно, отрабатываешь сначала, да. Я говорю, я настройщик ушей. Ну, я так шучу, конечно. Но в результате, когда человек, мне же говорят, я не слышу себя. Я говорю, ты боишься себя слышать, мага моя. Потому как запиши на телефон. Ну, вот трудноговорки я выдала. Я не пишу скороговорки. Потому что на вятки нельзя писать скороговорки. Скороговорки, да. У нас и так быстро говорят. Трудноговорки, да. Я говорю, вот, ну, прочти их просто. Ну, на память оставь в телефоне. Да. Послушай. Приди ты в ужас. Обычно как приходят. Я увидела себя на... На камере, да. На камере. Я услышала свою запись. Я в таком шоке. Я вообще, что делать? Жизнь закончена. Я такая... Я говорю, ничего страшного. Абсолютно. Я еще ни одного человека не встречала, которому бы нравилось звучание своего голоса. Это, наверное, так. Потому что и я начинаю искать белые нитки в том, что я записала. Понимаешь? Вот это вот такой ненужный перфекционизм человеческий, да, наверное, он мешает. Я знаю, он был. Я с ним борюсь. Понимаешь? А нафига я говорю? Не надо. Да. А вот так вот. Извините за сленг. А тут я еще читала недавно интервью буквально у трех-четырех актеров, которые вот уже там из Голливуда, да. И очень многие, оказывается, не смотрят фильмы, в которых они снимаются. Страшно. Ты понимаешь? Страшно. Ты на себя как в камеру смотришь? Я сквозь пальцы начинаю смотреть, ты понимаешь? Я же потом уже, когда понимаю, что я привыкла к себе, да, тогда я могу включить аналитику. И смотреть, это для чего-то. Это хорошо или плохо? Ага, вот тут не совсем, а вот тут молодец, а вот тут вообще лажа, а вот тут ничего. Наташа, после третьего курса психотерапия я себя полюбила всю. Даже вот, видишь, без косметики. Да молодец. Понимаешь? Да, конечно. Только так и надо. И вот тут так открывается все то богатство, которое в тебе есть. Вот, вот, понимаешь, без всякой мишуры, без всяких этих вот задвижек, этих вот ширм, да. Просто нужно понять себя. Тебе Бог дал голос, тот, который у тебя есть. Ты можешь его менять, ты можешь развиваться, расти. Конечно, я сразу вот привожу пример, я говорю, вы видели, люди, как разговаривают люди, которые не могут говорить, как они хотят, чтобы слово появилось. Я говорю, а вы здоровые, красивые, умные, с нормальным говорильным аппаратом, и вы не пользуетесь этим. Устыдитесь. Вот сначала устыдили, мы сгораем, как говорится, в этом пламени, да, а потом, опять-таки, возрождаемся из пепла для того, чтобы стать другим человеком. Развиваться дальше. Человеком, который себя полюбил. Полюбил и зауважал. И зауважал. Да. У которого появляется траектория развития, движения, да. И, наверное, же с каждым разом, вот один человек к вам пришел, он прожил, как вы сказали, пусть этот год, да, бог о бог с вами, он многому чему научил. И он учился, и многому научил вас. И в итоге вы потом видите совсем другого человека. Да, это просто сказка. Это просто вот такой бальзам на душу, когда я вижу, что человек добился все-таки, как долго шел к этому. Очень многие мои ученики очень долго идут к этому, но они доходят. Я их встречаю, или они приходят ко мне, да, специально, да. Я встречаю. Это другие лица. Это другой глаз. Глаз уверенный, глаз блестящий. Понимаешь? Меньше страхов, больше уверенности. Это уже, да, это уже другой человек, и вот это радость. Это такая радость, просто колоссальная. Отлично. Наташа, в завершении, так как все-таки практическая психология, еще какую-нибудь практическую вашу хитрость, премудрость, которую с удовольствием сейчас услышат наши слушатели и попробуют на своей практике, может быть, предложат детям своим. Так, что бы такое, что бы... Вот я, наверное, бы посоветовала людям, которые страдают косноязычием, да, побольше читать вслух. Вот понимаете, пока любимую книгу, хотя бы страничку вслух на ночь. Не зрителям, просто где-то в углу, самому себе, но вслух, потому что все равно развивается говорильный аппарат. Хорошо бы себя записать сразу, чтобы ухо уже, наше многострадальное ухо, поняло, а еще поняло неправильно. Пришло понимание того, что тебе пора что-то делать в этой жизни с языком, с губами, с голосом, да, чтобы не надо бояться говорить. Ведь, чем быстрее вы преодолеете этот страх, а он приходит только с опытом публичности вашего говорения. Если подвернулась ситуация, выйти и поздравить кого-то с юбилеем, сказать тост за столом, вы не межуйтесь, вы встаньте, попробуйте, но только вдохните и выдохните, и никуда не спешите. И тогда жизнь будет, приобретет другое качество. Мы переходим из зоны, в которую мы попадаем, как зона некомфорта, да, мы начинаем ее обживать. Ну да, но прежде чем обжить зону некомфорта, нужно наработать зону комфорта при говорении. Внутри себя. Конечно. Вот это закон. Отлично. Итак, читаем вслух. И поэтому, если мудрая мама заставляет ребенка, ну ты сядь и почитай мне вслух, пожалуйста, то дети, дорогие, не сопротивляйтесь. Мама закладывает вам основу, которая вам потом в жизни пригодится. Абсолютно права. Абсолютно согласна. И взрослым людям это тоже не помешает. Смотрите, читаем книги, смотрим фильмы и обсуждаем. У нас опять появляются интересные темы для того, чтобы где-то в компании завязать разговор, где-то что-то обсудить. Политика, экономика, свежие анекдоты. А почему бы и нет? Все может стать поводом для того, чтобы завязать интересный разговор и, может быть, какое-то знакомство. Да, раньше, ты понимаешь, когда семейные чтения были, когда люди читали книги по очереди, да, эти семейные театры, это еще вот, да, Прозоровский. Вот тогда это было, ну, тогда не было ни компьютеров, ни айпадов, ни вот всей этой, всех этих заморочек, которые, да, которые, в принципе, отучают людей от книги. И от общения. От живой книги и от общения. Люди находятся за компьютерами, люди перестают общаться, и потом накрывают страх тотальный, что я не смогу, что мне очень сложно. Вот смотрите, в завершении нашей программы еще, ведь когда вы занимаетесь человеком, вы еще, наверное, и приемы психодрамы используете, потому что вы же предлагаете, да, предлагаете определенные роли, чтобы человек вошел в эту роль, например, что-то объяснил, или что-то продал, или, наоборот, кого-то развеселил, да, и человек, опять-таки, получается, расширяет свои возможности, свои границы, потому что он проигрывает другие роли, которые ему не свойственны, получает определенную компетенцию, да, опыт. Конечно, потому что читаешь Чехова – это одно, читаешь Ивана Сергеевича Тургенева – это другое, Достоевский – это третье. Понимаешь, там я... Любого автора возьми, любой персонаж, да, и если ты попадаешь ему в том, значит, ты справился с задачей. Отлично. Ну что, друзья, у нас с вами была программа «Практическая психология». Сегодня говорили о речи, но на самом деле говорили о жизни. О жизни. И все это мы делали вместе с Натальей Исаевой, актрисой Народной артистской России. Наташа, спасибо вам большое за этот увлекательный разговор. Спасибо, что поделились своими практическими рекомендациями. Спасибо. Не за что. Не за что. Будем это использовать. Главное, что помогло, Надюша. Ну и впереди у нас, конечно, сейчас пока еще август, но впереди осень, и многие, наверное, подумают о том, а чем бы заняться, да. Так вот, друзья, если у вас есть желание, например, поработать над своей речью, то добро пожаловать к Наталье Исаевой. Спасибо. Спасибо за рекламу. Всего доброго. До свидания. С вами была программа «Практическая психология» и семейный психолог Надежда Бушмилева. Спасибо, Надюша.